Не удаляйте, не рвите, не режьте ослабленные, потерявшие тургор или начинающие желтеть листья орхидей. Даже если эти действия кажутся вам оправданными, лучше используйте метод, который я называю бигуди для орхидей. Этот метод поможет вам не только восстановить тургор листьев орхидей, но и придать им любую форму. В ходе видео я, как всегда, объясню вам принцип и покажу результат. Сколько цветущих орхидей одного сорта вы сейчас видите на своих экранах? В ходе видео вы обязательно узнаете ответ на этот вопрос. Разделила орхидею осенью прошлого года и быстро получила детку на пне. Я ее мочила, я ее топила, я о ней делала видео и называла амфибией. Что стало с этой деткой в дальнейшем? Как зрители идут по стопам канала? Как они покупают те же сорта, что и на канале классика орхидейного жанра? И получают такие же результаты. Сегодня в конце видео своей истории с нами поделится Татьяна Егорова из города Кемерово. Я приобрела эту орхидею буквально сразу, как только вышел ролик на канале. Эта покупка была неожиданной и орхидейка была очень маленькой. А теперь, как всегда, и обо всем по порядку. И привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. Главными героинями сегодняшнего видео будут выступать две части фаленопсиса Чиа-Ейен-Лин – верхняя и нижняя. Истории развития этого фаленопсиса в моих домашних условиях уже посвящено несколько видео на канале. И если вы с ними не знакомы, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. 3 октября 2022 года вышло предыдущее видео об этом растении. В видео я вам показала результат деления. Цветение верхней части, которое вы сейчас видите на своих экранах, и образование детки на нижней части. Адаптировать после деления верхушку фаленопсиса и получить быстрое ее цветение, а также получить детку на пне, мне помогло одно лекарственное, целебное растение. О нем я тоже рассказывала в предыдущем видео. Пчелиный хлеб, кашка, красноголовка, конюшина и, конечно же, клевер красный или клевер луговой – все это название одного и того же растения, которое вы сейчас видите на своих экранах. Растение целебное и очень ценное для орхидей. Его ценность прежде всего обусловлена огромным содержанием витаминов в составе клевера и большим перечнем заменимых и незаменимых аминокислот. Аминокислотный состав надземной части клевера достаточно широк и представляет собой диапазон от глицина до триптофана. Вот поэтому клевер полезен не только для орхидей, но и для человека. Использовать настой клевера для орхидей можно двумя способами – как для листовых обработок, так и для корневого полива. Соцветие клевера вполне можно использовать как в свежем виде, так и в сушеном, то есть его можно заготавливать на зиму, его можно сушить. При использовании любых целебных настоев и настоек не забывайте о правиле чередования настоев и простой чистой воды. Часто в комментариях вы спрашиваете меня о пропорциях сухого сырья и воды. А я уже неоднократно вам отвечала, что ориентируюсь не на пропорции, а на цвет готового настоя. Готовый к использованию настой должен быть светлого цвета, цвета спятого чая, еле-еле желто-зеленый. Использовать можно не только красный клевер, но и белый. Его настой будет и вовсе прозрачного цвета. На литровую банку кипяченой воды температура 90 градусов Цельсия я обычно использую 10-15 головок красного клевера. И получаю необыкновенно ценный витаминизированный напиток для орхидей. Чаще всего настои из соцветий клевера я использую для опрыскивания орхидей, как взрослых, так и малышей, выросших на пеньках. В этом же настое, чередуя с обыкновенной кипяченой водой, детка на пне фаленопсиса Чеа Ейенлин, которую я назвала просто Чеа, периодически замачивается полным погружением. После появления на открытом балконе детка вырастила два маленьких листочка, и я вынуждена была занести ее домой после наступления холодов. Такое вы видели маленькую Чеа в предыдущем видео. Что с ней стало дальше? Давайте посмотрим. Прежде всего, новое молодое растение приступило к наращиванию листовой массы. А я помогала молодому растению в этом. Постоянные замачивания в большом количестве воды, длинный световой день 14-16 часов в сутки, и ровные стабильные температуры для быстрого роста. С наступлением отопительного сезона посадку с новой молодой орхидеей пришлось немного подкорректировать. Я прикрыла корневую систему бывшего растения, то есть пинька, слоем мха. Я уже рассказывала вам раньше, что этот мох мне не очень нравится. Он очень влагоемкий, вбирает в себя огромное количество воды и долго ее удерживает. И чаще всего очень быстро приходит в негодность. Он зеленеет. Зеленеет не потому, что начинает расти, а потому, что на его поверхности активно начинают развиваться циано-бактерии, или, как их принято называть, зеленые водоросли. Тем не менее, добавление этого мха в посадку позволило мне выманить первый корень у молодой орхидеи. Кроме того, обращаю ваше внимание, в посадке с молодой орхидеей продолжают развиваться целебные растения. В данном случае это колонхоиды гримона. Старайтесь не просто слушать видео. Обращайте внимание на то, что я показываю в видео. Смотрите, анализируйте и делайте выводы. Ведь за 20-30 минут я показываю вам достаточно большой период жизни орхидеи. От полугода и больше. В декабре с наступлением зимы и самого темного и холодного времени года рост орхидеи не замедлился. У нее появился третий лист и началось активнейшее развитие корневой системы. А я еще раз обращаю ваше внимание, что у орхидеи в природных условиях, а следовательно и в правильно созданных домашних, не должно быть периода покоя. Фаленопсисы способны развиваться, расти и цвести в домашних условиях круглый год. Эту прописную истину подтверждают не только мои орхидеи, но и орхидеи зрителей. Тех зрителей, которые идут по стопам канала классика орхидейного жанра и используют методы канала. Еще через месяц третий листик молодой орхидеи значительным образом подрос, а каланхоэ да гримона переросли маленькую орхидею вдвое. В феврале световой день уже начал активно увеличиваться, и орхидея прибавила в темпах развития. Посмотрите, какой она была в середине февраля. А в 20-х числах февраля, рассматривая новый корень орхидеи, я увидела вот это. Удивляться шустрости орхидей, когда для них созданы все оптимальные и благоприятные условия, я уже давно перестала. Я ставлю рекорды. У меня орхидеи зацветают даже на третий месяц после рождения, и об этом есть видео на канале. Что делать с цветоносом, если размах листьев молодой орхидеи всего 10 сантиметров? Неужели можно позволить орхидеи зацвести? Пожалуй, я уже сотни раз говорила об этом. Конечно, можно, но зрители усердно и упорно продолжают удалять цветоносы у молодых растений. Зачем? Вместе с появлением цветоноса у орхидеи появился четвертый листик. Посмотрите, какой он маленький в самой серединке. Орхидея вполне может растить все одновременно. И корни, и листья, и цветоносы. Главное – создать для этого благоприятные условия. С наступлением 20-х чисел марта и дня весеннего равноденствия орхидея проявила себя во всей красе. Подрос листик, разрослись корни, и цветонос вырос сантиметров на пять. Стало ясно – цветению быть. Одновременно с цветоносом малышки, по всем канонам классики орхидейного жанра, развивался цветонос материнского растения. И это было первое полноценное цветение после деления, ведь прежнее цветение было заложено еще до деления орхидеи. И вот тут начались проблемы. Орхидея по привычке заложила цветонос с огромным количеством бутонов, а корневая система после деления еще не успела нарасти должным образом. В подобной ситуации орхидея может повести себя двояко. В первом случае она может отсушить некоторое количество бутонов, понимая, что не осилит такое буйное цветение. А во втором случае орхидея может начать забирать питательные вещества, или, как я говорю, строительный материал, из своих вызревших частей, из старых цветоносов и листовых пластин. Нижние листья превращаются в тряпочки, которые так пугают любителей орхидеи, или вовсе желтеют и опадают. Листья становятся настолько вялыми и мягкими, что их буквально можно завернуть в трубочку. Я назвала этот метод методом бигуди для орхидеи. В чем смысл метода? Когда у орхидеи недостаточно развита корневая система, а нагрузка наземной части достаточно высокая, то есть у орхидеи много листьев, которые испаряют воду, и много цветов, наступает определенный дисбаланс. И если мы не хотим утратить цветение, нам нужно сбалансировать систему каким-то иным способом. Я ввожу режим экономии воды внутри организма орхидеи с помощью уменьшения поверхности испарения воды. Я закручиваю все ослабленные листья орхидеи в трубочку, как волосы на бигуди. Ну и, конечно, каждую свободную минуту я посвящаю опрыскиванию листовых пластин орхидеи, ведь орхидеи способны выбирать в себя воду не только с помощью корневой системы, но и с помощью листовой массы. После полной или частичной потери тургора листьям орхидеи можно придать любую форму. Их можно поднять вверх, их можно опустить вниз, и даже, закрутив в трубочку, оставить их в таком положении. Вы посмотрите, как интересно смотрятся листья, чей тургор восстановлен с помощью метода бигуди для орхидеи. Листья набрали тургор, сохранив подкрученную форму. И волки сыты, и овцы целы. Мы сохранили цветение орхидеи и восстановили тургор листьев. О том, что орхидеи очень понравился этот метод, говорит и рост нового листа на фоне цветения орхидеи. Давайте посмотрим, какое же цветение мы спасали. В этот раз я решила сформировать цветонос по-другому. Не так, как всегда. Ведь цветения должны отличаться. И если осеннее цветение фаленопсиса Чиа-Ейенлин было вот таким, то есть цветонос был не спадающим, каскадовидным, то в этом весеннем цветении я сформировала цветонос в виде дерева, то есть четко вверх. Не могу сказать, что такое древовидное цветение мне понравилось больше. А вам? Напишите, какой вариант цветения, каскадное или древовидное, понравилось вам больше. А мы тем временем вернемся к малышке и посмотрим, какой цветонос сформировала она. Цветонос малышки на пне тоньше мышиного хвостика. Это и понятно, ведь размах листьев малышки всего 10 сантиметров. На цветоносе тоньшей спички сформировалось всего два бутона. Но каких? Размер цветка малышки 8 месяцев от роду ничем не отличался от размера цветка материнского растения. И теперь мы смело можем ответить на вопрос, сколько цветущих растений одного сорта было в кадре. Пожалуй, вот на этом восхитительном кадре можно было бы заканчивать видео. Я так долго собиралась сделать это отчетное видео о цветении малышки и материнского растения, находя все более актуальные темы, что с момента начала цветения малышки прошло несколько месяцев. Если быть совсем точной, то малышка Чеа цветет с начала мая, а сейчас начало июля, то есть она цветет полных 2 месяца. Цветет ярко и красиво и похоже, а цветать вовсе не собирается. А что собирается делать? Малышка от горшка 2 вершка решила выпустить второй цветонос. Напоминаю для тех, кто еще не посчитал. На данный момент малышке всего 9 месяцев от роду. И если вы тоже хотите получать подобные результаты в выращивании орхидей, внимательно изучайте канал. Самый главный плейлист для изучения. Фаленопсисы. Вопросы по уходу. Без химии. Без химически синтезированных продуктов и веществ. Только натуральные природные средства по уходу за орхидеями. Ну а те зрители, которые давно присоединились к каналу, уже получают свои результаты. Вдохновившись цветением моих орхидей, многие зрители покупают те же сорта для себя, для своих коллекций. Результат зрителей радует меня даже больше своего собственного. По следам классики орхидейного жанра, давайте посмотрим, как зацвела Чиа Йен Лин в условиях Кузбасса, город Кемерово. Здравствуйте, зрители канала Классика орхидейного жанра. Мое имя Татьяна. Я проживаю в городе Кемерово. После просмотра ролика на канале об орхидее Чиа Йен Лин, буквально через несколько дней, в октябре 2022 года, мне посчастливилось приобрести такую же орхидею по уцененной цене. Она была в не очень хорошем состоянии и с несколькими цветочками, и совсем маленького размера. Я даже с первой минутой и не поняла, что это за растение. У нас есть группа в WhatsApp, и там мне по фото помогли установить сорт. И я была рада, что вот только как несколько дней я видела такую орхидею на канале, и теперь она будет жить у меня. Какое-то время орхидея не проявляла признаков роста. Но затем, как и все мои другие орхидеи, она стала получать купание, опрыскивание. И очень начался интенсивный рост орхидеи. Затем, когда я увидела, что орхидеи начали расти, листья, корни, я решила ее сделать перевалку, пересадку методом перевалки, и сделала ей более просторный горшок. Орхидея это очень сильно понравилось, и она еще больше стала наращивать листья и корни. На данный момент орхидея выпустила большой цветонос, который длительное время рос и разветвлялся. Я была очень удивлена, насколько он быстро вырос и разросся в разные стороны, то есть пустил очень много развеслений. Пышное цветение для меня было большим удивлением, что такая небольшая орхидея может очень пышно и красиво цвести. У ней цветочки все в размере около 4,5-5 см. Моя орхидейка практически в полном распуске, и сейчас радует меня своим пышным цветением. Понравилось видео? Хотите такие же результаты? Тогда запоминайте название канала «Классика орхидейного жанра» и обязательно возвращайтесь, ведь впереди у нас очень много интересного. До новых встреч! Пока! Пока!